Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Итак, биткоин в моменте вырос до 25 тысяч долларов. Но это биткоин-ралли на самом деле может оказаться не совсем тем, чем кажется на первый взгляд. Сегодня я расскажу тебе, почему биткоин пампится на самом деле, и самое интересное будет в конце этого видео. Поэтому рекомендую досмотреть его до конца. Это будет очень интересно для тебя. И если это так, не забудь поставить лайк. Мне всегда очень приятно, когда вы ставите очень много лайков. Давай наберем хотя бы 2000 лайков. Большое спасибо за поддержку. Итак, начнем с данных про инфляцию. Конечно же, об этом уже все говорили, но тем не менее, это одна из важных причин, почему биткоин начал расти. США объявили, что годовой показатель индекса потребительских цен за январь 2023 года составил 6,4%. Но прогноз был 6,2%. То есть факт оказался хуже прогноза. Однако предыдущее значение инфляции составляло 6,5%. Несмотря на то, что цифры оказались выше прогноза, есть два нюанса. Первый – инфляция все равно снижается. И второй нюанс – это пересмотр предыдущих отчетов про инфляцию, о чем мы уже говорили в прошлом видео. Этот пересмотр привел к некоторым изменениям, как ты видишь сейчас на экране. Поэтому люди и ожидали от последнего отчета изменения в сторону роста на 0,1% или 0,2%. Так это и случилось. Неожиданностью это не стало. Именно поэтому резкое падение биткоина сразу же после выхода отчета закончилось как раз таки ростом. И мы видим этот график вот здесь. Вот здесь мы получили обновленные данные про инфляцию. И как ты видишь, биткоин упал как раз таки до 200-дневной средней скользящей, от которой и отскочил. Очевидно же, если эта скользящая удержалась в качестве поддержки, отскок цены вверх должен был последовать. Особенно, учитывая то, что практически с апреля прошлого года цена биткоина находилась ниже этой линии. Только сейчас мы поднялись выше, совершили ретест этой линии и отскочили от нее. Рост был просто неизбежен. Об этом я писал у себя в телеграме два дня назад. Если ты это пропустил, обязательно подпишись на телеграм по ссылке в описании. Там часто выходит информация, которая на ютубе не всегда появляется. Просто потому, что у меня не хватает на это времени. Итак, биткоин достиг годового пика. А некоторые альткоины выросли на 10-15%. Кстати говоря, в лидерах роста оказалась криптовалюта криптовалютной биржи OKEX. Да, обычный рынок еще не подтвержден. Эта монета уже обновила свой исторический пик. И да, с OKEX может случиться все что угодно. Но на данный момент именно этот график говорит нам о том, что люди доверяют этой бирже даже больше, чем Binance. И скорее всего они даже перетекают с Binance на OKEX. Далее, возможно ты помнишь этот график. Мы уже его обсуждали в одном из последних видео. По-моему, около месяца назад. Если ты не смотрел это видео, посмотри его по ссылке в описании. Я оставлю его там. Итак, это недельный график. Средний скользящий на недельном графике цены биткоина. И как мы видим, эта средняя скользящая всегда выступала хорошей поддержкой для цены биткоина. Каждый раз на медвежьем рынке именно закрепление выше этой линии и отскок от нее и был началом настоящего бычьего рынка. Как мы видим, график за всю историю был у этой линии лишь 5 раз. Причем пятый раз случился вот здесь, в 2022 и 2023 годах. Заметь, что ниже этой линии мы уходили лишь дважды. Первый раз в 2015 и второй раз в 2022. Третий раз это сейчас. Но мы говорили около месяца назад, что цена биткоина должна стремиться к возвращению к этой линии. Даже не для того, чтобы закрепиться выше нее, а чтобы просто протестировать ее на предмет сопротивления. Давай посмотрим ближе, что происходит. Цена биткоина действительно устремилась к этой линии. И мы находимся очень близко к ней. Конечно, за прошлый месяц-два средняя скользящая подросла. Когда в прошлый раз, месяц назад мы ее обсуждали, она составляла около 24 300 долларов. Сейчас она составляет 24 955 долларов. Закрепление выше этой линии, превращение ее в поддержку и отскок от нее вверх, исторически приводит биткоин к большому росту. Это очень важно понимать. И за этим очень важно следить. Ну а теперь, когда мы разобрались, что может произойти дальше и что должно произойти, чтобы биткоин перешел в безудержный буллран, давай поймем, что привело рынок к недавнему росту, кроме отчета про инфляцию. И ответ может тебя шокировать. Он совершенно неожиданный для многих. Если ты смотрел мое видео, которое я выложил два дня назад, вот это видео, возможно, ты уже знаешь причину роста биткоина сегодня. В том видео я говорил о том, что криптовалюте была объявлена война комиссии по ценным бумагам и биржам США. Да, возможно, с подачи Секел и Коинбейс, как мы разбирали в прошлом видео, но все-таки именно Гэри Гэнслер сделал ряд заявлений, которые поставили ряд стейблкоинов в незаконное положение. Криптовалюта до сих пор остается под атакой. Бывшие топ-менеджеры Сек говорят, что комиссия стремится в значительной мере обрезать крылышки криптовалюте после фиаско FTX. И на данный момент Сек засыпает криптопространство письмами о намерении возбуждать дела против тех или иных криптопроектов, пока что связанных только со стейблкоинами. Так почему же рынок растет? Почему биткоин сегодня достиг самой высокой отметки в году, если атака против криптовалюты находится фактически в самом зарождении? Два дня назад мы говорили о том, что гонения против Binance USD и заявления Сек могут напугать и держателей остальных стейблкоинов. Вместе это может привести к тому, что люди начнут конвертировать свои Binance USD и, возможно, другие стейблкоины в биткоин. Да, про альткоины мы ничего не говорили, но вполне очевидно, что если кто-то будет переходить в биткоин, то найдутся и те, кому удобнее будет перейти в какую-нибудь другую криптовалюту. И на самом деле выводить такие огромные суммы, фиатные деньги, причем срочно, массово, задача очень непростая. Как с точки зрения процесса, так и с точки зрения безопасности и законности. Итак, если ты крупный игрок с большим резервом в Binance USD, если ты сомневаешься, что с ним будет дальше, гораздо проще конвертировать стейблкоин в биткоины или альткоины и переждать эту волну. Вот что, скорее всего, ты сделаешь. Ты выйдешь из стейблкоина в крипту. Все думали, что из-за регулятивного давления рынок будет ожидать большой крах. Но, если кто-то захочет избавиться от огромных резервов в стейблкоине, на самом деле единственный адекватный, безопасный и самое главное, быстрый, срочный, экстренный способ сделать это, это вывести их в биткоин. Посмотри на график Binance USD, это его капитализация, 2 миллиарда долларов только здесь. А ведь есть еще 1 миллиард тезеров USDT, которые перевелись из компании Paxos, после того, как она перестала выпускать Binance USD. Как минимум уже 3 миллиарда долларов, которые ушли в биткоин и альткоины. Вот она, настоящая причина роста. Мне она кажется вполне логична. А что думаешь ты по этому поводу, напиши в комментариях. На этом все, надеюсь видео было интересным. Если это так, не забудь поставить лайк. Это очень меня мотивирует. Ну а мы увидимся с тобой совсем скоро в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok